Среди советских актеров театра и кино был один, кто мог превратить любую эпизодическую роль в запоминающийся образ. Это был Владимир Белокуров, народный артист СССР, 1965 год, лауреат Сталинской премии, 1951 год. Его дебют на большом экране состоялся в начале 30-х, но первую узнаваемость он получил в 1941 году, когда исполнил роль легендарного летчика Чкалова в одноименном фильме. Затем последовали другие замечательные работы в известных фильмах. В частности, он сыграл боцмана в полосатом рейсе, водителя в королеве бензоколонки, начальника контрразведки, в хождении по мукам. Примечательно, что он появился в разных образах, в трилогии о неуловимых. Это священник в «Неуловимых мстителях», распорядитель ресторана, анонсирующий номер Бубы в «Новых приключениях неуловимых» и император в короне Российской империи. Актер снялся в 60 картинах, но не только кино занимало его жизнь. Он был активным участником спектаклей МХАТа, а также педагогом ГИТИСа и ВГИКа. Белокуров не спешил жениться, хотя у него не было недостатка в поклонницах, и он долго оставался завидным холостяком. Он решился на этот шаг только после 50 лет, когда по уши влюбился в Кюнну Игнатову, молодую, но уже известную актрису якутского происхождения, чье имя означало солнце. Они познакомились на съемках фильма «Долгий путь», где он играл отрицательного героя, разлучившего ее героиню с женихом, дабы самому на ней жениться. Белокуров делал ей романтические подарки, каждый день ей приносили корзины роз без стеблей, чтобы она не поранила пальцы о шипы. Кюнна тогда была замужем за Вячеславом Соколовым, худруком ЦГЗ «Россия», но через четыре года оставила его ради Владимира и привела в новую семью своего маленького сына Петра. Их свадьба состоялась в 1961 году, когда ему было 56, а ей – 26. Он был ее гораздо старше и очень хотел, чтобы она находилась всегда рядом с ним. Поэтому он уговорил ее покинуть Таганку и перейти в МХАТ. Кюнна любила Владимира и согласилась на его просьбу. Но ее актерская карьера пострадала от этого решения. Владимир был слишком строг к тем ролям, которые ей предлагали, и сам выбирал за нее. Она играла только одну маленькую роль в театре и снималась в фильмах только с ним, всего три раза за все время. Владимир был очень ревнив и не давал ей свободы. Он добивался того, чтобы она всегда следовала за ним на гастроли, в том числе и за рубеж, что было очень сложно осуществить. Он помог ей стать преподавателем в ГИКО, где работал сам, и она проявила себя как замечательный педагог, но актерская карьера, которая начиналась очень успешно, с главной роли в фильме «Ляна» была разрушена. Но в 1972 году у Кюнны случилась новая любовь, Александр Дик, актер моложе ее на 14 лет. Владимир уже болел неизлечимой болезнью, но Кюнна хотела развода, чтобы ее не подозревали в корысти. Он горько переживал этот удар, но не стал держать жену насильно. Актер даже разменял квартиру, чтобы у Кюнны было место для жизни с новым избранником, у которого была лишь комната в коммуналке. Последний раз видясь с Кюнной, он выразил свое сожаление о том, что она не позволила ему усыновить Петра, которого он считал своим сыном. Через полгода после этого он скончался от рака. Жизнь 69-летнего Белокурова закончилась в одиночестве, детей у них с Кюнной не появилось. Кюнна и Александр поженились не сразу, он хотел перед свадьбой получить квартиру. Сын Кюнны никак не мог привыкнуть к новому отчиму, между ними было всего 9 лет разницы, и они часто конфликтовали. И сам брак не был безоблачным, они то расходились, то воссоединялись, но оставались мужем и женой до конца жизни Кюнны. Ей было только 53 года, когда ее жизнь унес сердечный приступ. Субтитры создавал DimaTorzok